Всем добрый день! Сегодня будем кроить юбочку полусолнца. Вот у нас выкройка солнца, а половина будет полусолнца. Для этого нам надо всего две мерочки. Обхват талии у нас он будет 60 сантиметров. Длина будет коротенькая юбочка 45 сантиметров. И надо вычислить радиус. Радиус вычисляется именно для этой модельки 1 третья от обхвата талии. То есть в данном случае у нас 20 сантиметров. Расход ткани на такую юбочку 2 длины плюс 2 радиус. Итак, у меня ткань не широкая. Это даже честно сказать какая-то бракованная ткань у меня. В данном случае у меня ширина 73 сантиметра. Ну, если у вас ткань будет 80-90-100 сантиметров шириной, это очень даже хорошо для такой юбочки. Ну, для коротенькой можно сказать. Итак, значит, длина у нас 45 плюс радиус 65 сантиметров. Откладываем 65 сантиметров. Складываем 2 раза. Лицевой стороной вовнутрь. И начинаем кроить. Радиус у нас 20 сантиметров мы вычислили уже. Так, 20 сантиметров. Вот таким образом отмеряем. Ставим меточки. Это у меня макетная ткань. Поэтому я краю фломастером, чтобы вам было видно. Вы, конечно, будете краить не фломастером. Так, длина у нас 45 сантиметров. Так, здесь положу что-нибудь тяжеленькое. Камушек, например. И теперь от этой линии откладываю вот такими вот лучами. Даже буду 44, так у меня тут получилось, кромка стянула. Чем больше этих лучей вы отложите, тем точнее будет. Такую юбочку просто подогнуть и подшить не так-то просто. Поэтому я вам советую, когда будете подшивать, можно использовать, значит, клеевую паутинку. Ну, или подшить просто зигзагом. Так, ну, теперь можно продолжить. Низ, чтобы он был более точным. Ну, и теперь выкраиваем. Здесь прибавляем сантиметрик вверх. На шовчик. Эта юбочка именно, чтобы застежка была на молнии. Этот шовчик будет у нас сзади располагаться. Если вы хотите такую юбочку на резинке, значит, здесь будет мерка. Мерка бедра будет здесь. Чтобы вы вниз юбочку через бедро могли легко снять. Сейчас вырежу, здесь сметаю и померяем на манекенчик. Так, юбочку я раскроила. Как я вам говорила, это макетная ткань. Она вот такая вот очень тянучая. Такая легенькая, тоненькая шелковая ткань. Что я вам хочу показать. Вот, кроила все ровно, да? Так, вверху талия. Два слоя. Все совпали. А внизу образовался вот такой, я бы сказала, как будто бы не точный крой. Вот как можно выровнять. Можно вот просто взять, отрезать. Но это будет неправильно. Потому что такую юбку выравнивают непосредственно на фигуре или на манекене. Как можно это сделать? Значит, вот я нарисовала. Вот, допустим, юбочка на манекене, да? Или на заказчице. Юбка уже одета. И берется, ставится треугольник. Ну, это можно сделать от пола. Или даже вот на столе расположить манекен. И вот таким образом выравнивается длина юбочки. Где-то, допустим, там 2 сантиметра. Сторона одна обвисла, в другом месте, допустим, 3 сантиметра. И все это отрезается. Вот так вот, по уровню треугольничка. Так, чтобы наша талия не растянулась, я проложила строчечку. И за нижнюю ниточку немножко это надо припосадить. Вот такая получилась у нас юбочка. Кроется быстро, шьется легко. Это, конечно, полуфабрикат, но тем не менее. Все видно. До свидания. Всего доброго.